шалом выслушайте подкаст чё там и евреев еженедельный подкаст о главных новостях в израиле еврейском мире своей макс лев и маша и куча людей вокруг давайте расскажем пару слов о том что вообще происходит яша убедилась записаться на берегу моря вот и только чтобы в центре экологической катастрофы которые наблюдаете то есть чтобы понимали яша это обычно который завешивает одеялом весь все все значит стены чтобы звука был чистый без без всякого дерьма и вот мы на море вокруг кучу всякого дерьма и звукового и всего это довольно яша и мы пишемся чтобы понимали на максимально некомфортно мне затекла уже рука у маши волосы летят в лицо максу не знаю чем не комфортно да и мы говорим огромный пеннис медведя который я же держит перед нами это просто максимально некомфортный выпуск что злой звуковик селился в яшу то есть пес такой теперь он пытается поставить нас максимально неудобное положение для записи да как вы будете за подкаст если бы лезать вас ножом но если вы слушаете подкаста не смотрите я рекомендую вам открыть на ютубе просто посмотреть что происходит на первый пара минуточек просто поймете после что у нас все еще карантин да да я согласен здесь уже переходите то уже переходите по всем ссылкам в описании да давайте начнем туда с пяти минутки рефлексии у нас происходит туре мы прям сейчас до идет еще и продолжает да ну как ты встретил пулем слушай но я на пулем если что у нас был как бы этот самый карантин не карантин на локдаун локдаун да карантин комендантский час вот на пулемет комендантский час и соответственно нам очень хотелось погулять с другой поэтому мы надели костюмы ну я был расскажем под зомби могу скину вкладочка в описании сходите вот естественно маша была как моя подруга маша смысле как этот самый офицер звездного флота из стартрека вот мы гуляли по улицам тель-авива было очень мало людей в костюмах все были очень грустные ничего нельзя было делать собственно и 8 мы уехали сейчас был с 8 да единственное интересное чтобы в этом в этом моменте что мы шли и перед нами вышел чувак короче одетый как кью шаман из которой штурмал капитолий я видел удар с рогами значит с голым торсом типа из фага америке и мы какое-то время шли за ним и мы шли с нашим и другом марка марк такой вам не кажется что мы идем штурмовать капитолий такие походы ушли по рот шлиду очень любима и ну театром штурмовать не стали потому что мы захотели пить и свернули и шаман не стал нас ждать потому что ну кто будет ждать таких штурмовиков и ушел вперед справедливо вот такие дела на 8.30 поехали домой на автобусе это был самый унылый пурим в мире ты еще не слышал про мой пурим и про мой ну рассказывайте давай я расскажу я на пурим работал конец истории про пурим а из 5 минутки я понял что я полтора года не был в отпуске ну таком нормально я решил что хватит постоянно переносил его ждал когда откроет чтобы можно было куда-нибудь поехать полететь что не посмотреть интересное я решил что хватит я в апреле возьму отпуск и тут все зависит от израиля либо он откроет все я смогу улететь и вернуться довольным полном энергии либо все закроет я просто полторы недели буду сидеть плевать в стену и буду злой и буду деградировать так что не таньягу все зависит от тебя какого гражданина ты получишь следующий год вот матч что у тебя интересно это первый пурим который я не праздновала все время пока я живу здесь обычно я наряжаюсь каких-нибудь художников которых никто не знает никто их не узнает и презирает обычно в прошлом году была марина ябромович на я тогда еще я не деградировал я изучал новые я информировала массу кстати надо сказать когда наряжалась паске то меня узнал чувак в клубе из он был арт-дилером и коллекционером и он продал тебе арт-наркотиков и коллекционерам искусства нужно у меня на щеке было просто написано само об вас киа подписывать свои картины ну как никнеймом таким саму и поэтому он узнал мне мне кажется по этой надписи в общем было забавно я был прикольно если там был сам баски он был узнал в тебе себя и такой елки-палки вот я не прав но я видела только с балкона все эти шествия я построил в принципе все костюмы вскоре на и конкурс костюмов прошел прокрутки на пусть все проезжали на велосипедах кричали включали музыку все такое но еще интересный факт из моей жизни который произошел на этой неделе в субботу я отравилась и я долго пыталась понять чем потому что блинами а я не ела ничего такого нового но потом я подумала что я купила авокадо и съела его я поняла что это он виноват и стала гуглить и оказалось что есть целая инфографика того как 4 4 состояние авокадо когда он собственно от 1 не зрелый последняя супер перезрелый 2 промежуточных и там говорится что авокадо токсичен то есть не только люди а есть конкретные авокадо которые токсичен если вы съели незрелый авокадо и у вас проблемы с жкх и остальными организациями то вы вы можете отравиться я отравилась авокадо половинкой так авокадо кажется опасной хочу предупредить всех людей пока яша крутит этим медвежьей этой пипиркой что значит что скольбой медведя пипирище я впервые сталкиваюсь я думаю наоборот ты уже видел много и это маленькая люди посмотрите погуглите в ответах на mail.ru есть эти картинки вся информация и пожалуйста будьте осторожны с авокадо медвежьи пенисы очень опасны будьте осторожны вернитесь к авокадо продолжение акси тема про авокадо хотел сказать что на нетфликсе есть прикольная короче документальные серии про авокадо роттон называется нет про еду в принципе и там у них есть конкретная серия про авокадо о том ну то есть что в мире растет спрос на авокадо потому что все такого веган все дела и авокадо выращивают странах где не очень высокая культура там труда мексика эквадор и прочее там их выращивают ну да не ну израиль не огромный экспортер ну да ну все равно врач ну и что там в смысле делают там кланы и разборки постоянной перестрелкой за право выращивать продавать авокадо то есть такая прям короче криминальные овощи а еще можно выращивать авокадо на дому но это бесполезно и у меня сосед пытается выращивать авокадо из косточки то есть он берет пластиковый стаканчик наливает туда воду кладет сверху косточку авокадо на спичках и каждое утро мы просыпаемся авокадо лежит и вокруг воды много вот и оказалось что кот не очень любит авокадо то есть он явно не гоу веган такой к черту ваш авокадо и каждый ну типа каждый вечер он сваливает стаканчик и и но из забавного случая что у нас течет крыша еще периодически когда идет дожди и моя соседка подумала что вода на столе это из того что крыша течет и она взяла судочек и контейнер и поставила сверху на лужу в итоге спустя сутки контейнер был абсолютно сухой но зато под ним было много воды то есть еще про то что ты мисс джен дуришь кота потому что он же кошка вот да блин ко мне маша еще запуталась со своими авокадо я кажется мужской род брокколи женский я вообще запутался вообще в русском языке русский не мой не родной мой родной язык это женский род и я как раз ребятам рассказывал что я подписываю телеграм-канал которые про грамотность в русском языке где очень много подписчиков больше тридцати тысяч знаете как он называется он называется умный брокколи что является ошибкой он должен называться умная брокколи потому что брокколи это капуста вот теперь ведь у нас майк дробь это из книги про искусство потому что там было написано искусство это не брокколи которую вы не любите но она полезна я думаю которую вы не любите начала гуглить и такая о боже это женский род брокколи женская моя жизнь обман брокколи всегда была женщина пусть брокколи сама решает кто она я считаю я до сентября сделали спецслужбы брокколи всегда была женщина и потом брокколи регистрируется в инстаграме там видите что наш подкаст теперь не только юмористический но еще и образовательный капец на самом деле очень сложно завиточном новостях когда мы сидим блин в центре телевизора на пляже и без косяка да рядом бегают собаки если собака басит нам лицо то это потому что мы здесь там вдруг кошка могла бы за этом лицо конец записи мы уже немножко рассказали да что мы сейчас спорим идет у нас карантин но из интересных новостей да что карантин у нас комбинатский час то есть восьми вечера до пяти утра нельзя выходить дальше чем на километр от своего дома да вот и нужно сидеть всем по домам я вам перескажу шутку от передачи эрест на эдерет по телевизору который там они они вызвали типа не таньягу ну там был актер понятный таньягу и не спрашивали какого черта не таньягу вы же говорили что это будет последний карантин последний карантин но первый комендантский час то есть у нас теперь новые новые прикол комендантский час да у нас новый прикол ворвать шутку да много нарушает это правда ну блин да все все нарушали на самом деле ситуация отвратительная я просто помню что на прошлой пуре мы делали вечеринку для массы все так вот и из после нее сразу все закрыли и все пошло вот по вот этому месту прошел еврейский год с того момента да реально прошу весь год с момента старого локдауна отвратительный юрист год можно не надо пожалуйста календарный год был тоже не лучше мы собрались здесь на пляже мы видим что по крайней мере на этом пляже все в порядке нет она расскажет этом пляже и нет нету пляжа здесь ко мне да вот я смотрю вот там пляж вот там пляж я не вижу мертвых людей и животных на берегу так на самом деле да мы говорили прошу раз про экологию но она вот раз ситуация только только случилось поэтому было мало данных ну сейчас больше данных реально усрано огромное количество огромная площадь пляжей побережья израиля кусками мазута не непонятно какой ущерб нанесен фауне морской естественно и так далее то есть еще очень мало чего понятного единственное что что понятно насколько я знаю что ну типа стало точно понятно что на экологию израиль очень долго забивал хрен то есть ничего не проверялось ничего не контролировалось и не было там денег на ликвидацию последствий не было никакого фонда для этих самых ситуаций в итоге типа мы сейчас ситуации что просто люди волонтерят убирают пляже и причем люди приходят получают травмы потому что они очень хотят помочь но они не знают что нельзя трогать куски этого мазута руками они наделают и получают травмы там попадает в реанимацию и в реанимацию больницы ну короче ситуация ужасная история и кроме того и заделать не только израиль вот это пятно мазута приплыла в ливан ливан сразу обвинил конечно израиль что-то евреи чертовы мазутная грибу значит вот это волны делать чтобы сторону ливана все это текло мазут прибила туда еще значит что касается расследования что произошло и израиль начал там государство начала расследовать что происходит и они сразу засекретили это естественно это вызвало огромную шумиху потому что зачем засекречивать то что касается всех людей то есть явно значит какие-то что-то страшное происходит раз нас нам не дают ничего узнать это журналисты какие-то газеты издания подали сразу в суд на это и в итоге рассекретили часть данных значит из этого расследования подозревают что один из кораблей скинул вот эти вот отходы мазута в море которая прибила собственно к израилю и ливану и подозревают что это было греческое греческое судно которое в прошлом было ответственно за подобные случаи в копенгагене они там еще и данию прибили вот и греки естественно все отрицают вот но дальше никаких новых данных нет они пока все еще расследуют есть информация что выделила государство 40 миллионов шекелей на ликвидацию последствий и салат из да и кстати солдат да солдаты сейчас тоже это принято шутить что не знаю в россии солдаты красят траву у нас солдаты убирают мазут из моря ну хотя бы делать что полезное на самом деле вот будем держать вас в курсе что происходит потому что пока информации не очень много вот и непонятно да какой ущерб причинен экологии куда самое грустное по сути что и вообще ничего не понятно да типа они пытались засекретить частью не дали его сделать ну в общем мы будем следить за ситуацией конечно расскажем вам ай ну да и за объявили нельзя купаться ты запретили купаться в море или карантин логично там на самом деле были совершенно ужасные всякие разные картинки здесь стиле людей которые привыкли гулять с собаками в рукова моря то есть ты приходишь собака и потом дома отмываешь собаку все отмотута она себя вылизывает и блюет то есть ну короче очень неприятные истории совершенно и запретили заниматься спортом на море но мы видим что там ребята это не касается видимо они противомазутная защита у них есть но говорят что растительное масло отмывает вот я почитал в инстаграме вот еще образовательный контент нам подкаст если вы обмазали способом попробуйте обмазаться маслом и пожариться на сковородке вот чтобы немножко расслабиться достаточно много плохих новостей кроме того что мы сидим на пляже ветер дует в лица и нам некомфортно домашки плохие новости на ситуация просто я чувствую вайбы сидят люди где-нибудь в москве или в киеве в холоде в дожде в снегу и смотрят как мы здесь просто плюс 20 сидим на пляже смотрим на море и такие ну да плохо им конечно на море хорошо плохо записывать подкаст на море и так вот короче что так сказать что новости про каннабиса они как обычно хорошие почти все новости про каннабис хорошие вы замечали очень хорошая штука вверх раз в израиле провели исследование в подкасте исследование каннабиса и решили что прет нормально во первых во вторых что он помогает от высокого давления то есть они накуривали чуваков с таким давлением и заболевали людей в возрасте с высоким давлением и замерели давление выяснилось что учились там три часа после приема реально давление меньше то есть что насколько я читал тогда что нет типа месяц они давали людям то я без means что в течение этого месяца она падала постепенно давление то есть они только после приема на и в целом но уже Да, но после того, что это было относительно нормальное исследование с контрольной группой и прочим, то есть, ну и возможно, что канабис будет применять и для этого тоже. Вот, здорово. Давайте теперь расскажем про грустные вещи. Ну, частично грустные, которые привели к хорошему, как я забулированно сказал. Значит, мы говорили, что закрыли аэропорт в Израиле, то есть из Израиля не могут вылететь и не могут влететь. Только нужна была какая-то там спецпричина, например, для Биби улететь куда-нибудь там в Абу-Даби, куда он хотел улететь, но он не улетел. Вот, ну какие-то такие вещи, то есть обычному человеку нельзя улететь. И мы говорили о том, что часть людей, израильтян, застряла за границей, и теперь они не могут вернуться обратно в Израиль. В итоге это была проблема. Я застал с проблемой, ничего не изменилось. Да, я застал с проблемой, но сейчас они пытаются как-то ее решить. Значит, произошел страшный случай, человек совершил самоубийство, потому что не смог вернуться в Израиль. Я прочитал это на Вести.ру и такой думаю, ну что за чушь? Ну кто такое пишет? А оказалось, что на самом деле правда, значит, израильский повар, который поехал в Братиславу на заработки, он работал там поваром в ресторане, ресторан закрылся, и он остался без работы и сидел там. И у него были психологические проблемы, то есть он наблюдался у психолога, психиатра, да? Психиатра, вот. И он находился в депрессии, и он не мог вернуться в Израиль, потому что аэропорт закрыт, рейсы отменены, то есть он никак не мог прилететь. В итоге психиатр ему написал справку, что ему нужно срочное не обследование, а его должны были уже в стационар, то есть положить в больницу, то есть у него прям суицидальные мысли, он в глубокой депрессии, то есть все очень плохо. Он подал заявление, у нас есть специальная комиссия, которая рассматривает вот эти вот разрешения на влет, то есть если будет что-то очень важное, то они разрешают вернуться в Израиль. И комиссия посчитала, что вот этих вот справок и документов недостаточно, и решили его еще дальше гонять по всем инстанциям. В итоге человек не выдержал и совершил суицид, и в итоге это, естественно, взорвало бурю негодования везде, ну кроме нашего правительства, естественно. Вот, и люди начали орать, политики оппозиционные тоже начали орать, что происходит. В итоге наше правительство, естественно, Мири Регев, ее министерство транспорта, придумало гениальную мысль, они сказали, что они сделают несколько рейсов из Нью-Йорка и Франкфурта. То есть все евреи всего мира, которые хотят вернуться в Израиль, не все евреи, все израильтяне мира, которые хотят вернуться обратно, они могут сделать это только в Нью-Йорке и только во Франкфурте. То есть если человек сидит в Сибири, условно, или где-то еще, ему нужно херное сколько лететь во Франкфурт, либо в Нью-Йорк, то есть вот так вот, вот такой маршрут. То, что у нас огромное количество людей застряло там в России, в Украине, а им никак не вернуться. То есть им нужно покупать какие-то обходные рейсы, тратить огромное количество денег, чтобы прилететь сначала во Франкфурт, а потом лететь оттуда. В итоге наши русскоязычные политики, особенно Константин... Ну там про это говорили многие, про это говорили кто говорил? Кушнер говорил. Кушнер говорил, да. Этот самый, господи, из Кахолиаван. Кожинов говорил, но в итоге добился развозов из Ешатит. Да, то есть они начали активно пушить министерство транспорта и министерство еще чего-то там. То есть как так, что у нас наши граждане уже готовы покончить с собой, потому что они могут вернуться в страну. В итоге наши политики, естественно, друг на друга переводили стрелки, то есть тот виноват, те не досмотрели, те не досмотрели. В итоге в конце концов они договорились о том, что они сделают сначала несколько рейсов из Москвы будут вернуться, то есть россияне смогут улететь, люди, которые живут в России, могут вернуться в Израиль через Москву. И в итоге сделали еще, по-моему, один или два рейса из Киева. Да, и там, причем, я когда читал это дело, я прочитал сначала, значит, прочитал, что можно вылететь только из-за кота города в Германии, а потом прочитал новость, что в порту Гамбурга нашли 16 тонн кокаина. Я думаю, а, поэтому? И написал братом в Твиттер, мне говорят, да нет, можно было из Франкфурта лететь. Я говорю, так я не понимаю, почему, если весь какой-нибудь в Гамбурге, почему вы возили из Франкфурта? Я вообще ничего не понимаю. Но вообще, да, ситуация очень грустная, и нам писали в Балаган Ньюс тоже русскоязычные ребята, которые, ну, то есть, по сути, ими никто нормально не занимается, то есть политики занимаются, но политики это очень высоко. Люди гораздо ниже, на уровне чиновников никто не занимается, и то есть людям приходится саморганизовываться, чтобы они, значит, по России, по Питеру, по Москве, по Украине и прочим, то есть мы про это напишем новость Балаган Ньюс с контактами и всеми делами. То есть, ну, надеемся, что они, ребята, приедут, потому что, конечно, ситуация бредовая, ну, и они, как бы, ребята, я с ними общался лично, говоря, что главное, что ситуация, что просто, ну, забили хрен. То есть граждане страны, да, типа, выехали в разрешенное время, то есть это не то, что люди, которые, это не то, что гражданка нашей Израиля, которая в Сирию ушла, да, сама, потому что, типа, захотела. Люди выехали, когда можно выезжать, в смысле, и это, и не могут вернуться, очень тупо. Да, потому что, опять же, локдаун объявили спонтанно, то есть не то, что нам, там, за месяц сказали, или за неделю, они объявили за два дня до, там, или за день, то есть у нас все делается в последний момент, и, естественно, от этого страдают в основном обычные люди. Ну, это основная претензия к этому правительству, что оно реально работает через жопу, то есть, ну, что, типа, одно дело, если вам реально скажут, в пик заболеваемости был предсказан заранее, то есть Минздравом. Они говорили, чуваки, мол, вот так вот, да, почти собака басала. Короче, ну, возможно, в этом пакете вам очай, что я могу сказать. Это для людей, которые смотрят, понятно, для тех, кто слушает, просто мимо нас пролетел пакет. Да, пакет прям в меня. Короче, так вот, что я хочу сказать? А что я говорил? Ты говорил про пик за нас прогнозировать. А, ну, что Минздрав говорил, что, чуваки, если мы выйдем из этого вокдауна, то у нас будет пик через два месяца. Через два месяца пик. И вместо... А ты такой, как так-то? Да, как так-то? То есть, ну, грубо говоря, я понимаю, что, может быть, стратегия такая, типа, что давайте открывать, закрывать экономику, да? Ну, тогда давайте, чтобы люди знали, что вот через месяц все закроем. И они месяц пожили для себя, а так мы, получается, открываем, все будет нормально, все будет потрясающе. Через месяц, ой, вы знаете, никто не говорил так, никакой Минздрав, ни один проектор по коронавирусу, ни Нахман Аш не говорил, ни Рони Гамзу не говорил, что через два месяца у нас будет снова пик. Возможно, наше правительство просто оптимисты, и они говорят, ну, есть же вероятность, что не будет этого. Да, знаете, изговоришь, и ебеседер, будет в порядке, да. Все будет хорошо, типа, ааа, не парьтесь, как-нибудь и так сойдет. Но есть же рейсы, которые уже прилетели. Типа? Ну, вывозные из России. Да, вот это те, которые разводов сделал. Потому что до этого их не было, до этого сказали «Франкфурт и Нью-Йорк». Потому что в моей профильной политической ленте, о которой я не перестаю говорить, там были благодарности вот этому разу... Константину Развозову. Развозову, что все обещали, никто ничего не сделал. И только он, только он вернул нас домой. Ну, и подпись «Ярлобин», да? Нет, подпись «Благодарных израильтян». Ну, хорошо же. Да. Ну, здорово. Ну, у меня вот как раз больше всего повергло в шок вот это вот, что они сделали рейсы, но почему ты только из Нью-Йорка и из Франкфурта? У меня вопрос, типа, почему? Там люди не болеют коронавирусом или американцы не переносят коронавирус? Или люди из Германии не переносят коронавирус? Ну, в Нью-Йорке самая большая общая настройка есть. Ну, в Нью-Йорке... Да, у меня нет проблем с тем, что в Нью-Йорке, почему остальные города не добавили? Вот в чем вопрос. То есть у нас огромное количество русскоязычных евреев, израильтян, которые там в России и в Украине живут. Почему сразу не добавить рейсы оттуда? Почему нужно было поднимать огромный скандал? Там записывать... Я видел видео Кушнера, который там не херячил в Кнессете, собственно, эти комиссии. Вот, орал на них. Почему должно вот это все происходить, чтобы они добавили эти обычные рейсы для того, чтобы у нас граждане имели равные права все, а не только американская община? Справедливо. Плюс мететь туда, это еще, мне кажется, риски, чтобы заразиться. Не знаю, когда-то приедешь там в аэропорт Тунизи, или ты там выходишь, где-то еще тусуешься, потом летишь. Ну, по-моему, еще дабл риск привезти коронавирус. Справедливо. Третий. Номер третий. Номер. Давайте расскажем вам про интересную новость. Я не знаю, хорошая она или плохая, но мы часто постоянно херячим нашу полицию и чаще всего по делу. Вот. А сейчас расскажем про то, что полиция сделала что-то полезное, наверное. Короче, полиция ловит педофилов активно. Как это происходит? Значит, специально обученные люди делают себя, делают какие-то фейковые аккаунты в соцсетях под 14-летних девочек и втираются в доверие к 60-летним мужичкам, которые там в общении просят у них какие-то там голые фотки и что-то такое. Полиция их предоставляет и дальше они договариваются на какой-то обмен секса на деньги, ну, как-то там происходит все это. И потом их ловят с поличным, собственно, этих педофилов. Вот. И все это очень здорово, но у меня только один вопрос к этой новости. Откуда они берут это видео? То есть там написано, что они присылали, полиция, значит, присылала этим подозреваемым фото и видео непристойного содержания. И в результате потом после этого назначали встречу. Откуда они брали это видео, если оно по факту уже сразу незаконно? Слушай, специально обученная полицейская женщина, которая выглядит 14-летняя девочка. В конце концов, в каждом пункте полиция такая есть. Давай признаем. Это специальная должность, типа, сегодня ты у нас... Да. Шабак предоставляешь таких людей специальных. Специально обученные люди, их специально есть тренинги. Да. Их учат, как сделать контент подходящий, чтобы поймать всех педофилов. И, кстати, ну, там была новость про то, что вот эти вот все людей, которые поймали, то есть это абсолютно никакие там уголовники с прошлым. Это обычные люди, там есть и раввины, и кто угодно, то есть не... Ну, нет никаких специальных, нельзя их опознать просто так. Вот видите, по улице, а, ну это педофил. А ты что думал? Можно? Или что? Я могу рассказать историю, которая с чего-то в Новосибирске у меня. Там... Только тебе было лет. Я уже жил в Москве, мне кажется. Покажи на этой пипирке, меня не трогал. Короче, суть в том, что в России есть такое движение, которое делает то же самое, только это был ТИСАК, и его окупают педофилией. Это было вообще незаконно. Вот, это вообще незаконно. Ну, суть в том, что у меня в университете учил препод, учил у нас теорию алгоритмов, он был гей. То есть, ну, такая была тайна Павли Шинеля, то есть, ну, тот раз знал, тот раз не знал, в принципе, неважно было, да, но я узнал, что его, это, к нему пришли новосибирское отделение окупе педофилией, и там было это видео, они поймали так же, но суть в том, что они его поймали на фотографию с 17, то есть, у них был на сайте знакомств аккаунт 17-летнего парня с очень красивыми фотографиями, он взрослый там уже был, типа, то есть, ну, такой, вот, они его поймали, что он педофил, но он не педофил, он гей был, то есть, ну, грубо говоря, типа, понятно, что ему 17 лет, это не очень законно, да, но суть в том, что, это не было его влечение к несовершеннолетним, это было влечение к мужикам, то есть, вот, ну, и там дальше ситуация была грустная, тревожная, в плане, обливали зеленкой, унижали и прочее, отвратительно, и осуждают. Надеюсь, что полиция Израиля 9-10 получит. Ну, так, по-моему, 17 лет, живой возраст согласия 16, то есть, по факту, там же нет ничего незаконного. это вот то, что делает 14-летняя, это уже, по-моему, другая история. Другая история, абсолютно, да. Вот, так что, если вы педофил, и вам пишет 14-летняя девочка присылать голые фотки, будьте осторожны, возможно, это специально обученная сотрудница полиции. Да, это прикольно, что полиция зарождает... У нас такой подкаст, да, мы помогаем педофилам избежать наказания. Нет, Маша, ты не понимаешь, это стратегия, типа, если ты боишься каждую 14-летнюю девушку, прозревающую, да, ты вряд ли вступишь в контакт, вот, и поэтому вряд ли будешь педофилом. Да. Следующее, вы скажете, если вы педофилы, смотрите наши подкасты, подпишитесь на патреон. Так, так, Больше тиков, больше триков, как это происходит. Или, если вы педофилы, смотрите наши подкасты, присылайте нам что-нибудь. На патреоне можешь сделать отдельный тир для педофилов. Давай, сделаем тир для педофилов. Хорошо. Со специальным контентом. Ну, про что у нас было «Дороги из детей», сегодня у нас контент для педофилов. Мы тоже развиваемся. Марш, зачем ты заговорил вообще? Это вы заговорили про это? У нас еще была Марш, не про это. Типа, спасайтесь все педофилы, если вам пишут, то вы не ведитесь, это полиция, бегите. Что это? Это он. Ладно, ладно. Я не такой. Еще одна грустная история про детей, вот, которых не трахали. Даже не делали из них дороги. И даже не делали из них дороги. Короче, новость, я просто ее писал, для Белаган Ньюса, она интересная, сама по себе история. То есть, новость в том, что Израиль, Бенни Ганс и Даньягу согласились выплатить компенсации семьям еминских детей, которые были потеряны в начале, после, ну, в начале основания Израиля, там, 70 лет назад. И, грубо говоря, я почитал эту самую историю, она вообще жуткая. То есть, там, в 48-м году, точнее, в 48-м, 50-й год, в Израиль, ну, в Израиле случилась, значит, война за независимость, Израиль ее выиграл. И взамен на это арабские страны, такие как Йемен, Иран и прочее, выгнали своих еврейских жителей. То есть, они приехали в Израиль, потому что нечего делать, некуда идти. И вот они приехали в Израиль, и здесь тогда еще обушал полиамерит, детская болезнь, которая заразная и так далее. И, в общем, детей, йеменцев, у которых было подозрение на полиамерит, их изымали у родителей и помещали в больницу специальную. Но проблема, что это было, типа, капец, государство только-только образовалось, еще было все очень непонятно, в итоге их изымали без документов, и в итоге просто у вас семья, вы семья, вы только приехали, вы живете в каком-то бараке непонятном, вас забрали ребенка, потому что у него полиамерит, тут приходит чувак, говорит, вы знаете, он умер. А где он похоронен? Ну, мы не знаем, где-то он похоронен, но он умер. И таких семей было очень много. И части людей, то есть, ну, в смысле, дети умерли, у части их, они не умерли, но их не вернули семьи. Их отдали в детдома, и где их установили другие чуваки. Вот. То есть история совершенно дикая, и, ну, было несколько правительственных комиссий, которые расследовали эту историю, решили, что это была халатность, преступная халатность, ужасное отношение, но незавнамеренное преступление. То есть это не было воростовить детей, чтобы их установили богатые шкенады, грубо говоря. Но в итоге, типа, что они, то есть, кейсу 70 лет. И они договорили, что мы выплатим по 150 тысяч шекелей каждой семье. Извиняться не будем, причем, Израиль не будет извиняться, то есть мы слишком крутые для этого. Заплатим 150 тысяч шекелей, если вы откажетесь письменно от претензий. Вот. Семья. Такие дела. И вот я думаю, будь я семьей. Причем семьи, это же потомки. Мы уже умерли, 70 лет прошло. И родители точно умерли. То есть остались какие-то там сестры, братья там эти самые, то есть в таком ключе. Да. Вот. Я даже не знаю, будь я сестры и братом, принял бы я деньги или сказал бы, нет, знаете, это будет вашим позором на всю историю, я его не подпишу. Вот. Ты бы что думаешь? Нет мыслей. Ну, на самом деле, да. Но мне кажется, желание найти, ну, как-то правильное, я думаю. Нет, желание найти правильное. Тут я про другое говорю. То есть у тебя пропал брат в детстве, да, типа? Да. И тебе говорят на сейчас правительство. Ты знаешь, мы его потеряли. Извиняться мы не будем, мы не считаемся виноватыми, но можем дать ей деньги, если ты подпишешь отказ от претензий своих к Израилю. Вот. Если ты скажешь, ну, ок. Ну, типа, да, окей, я принимаю деньги. Не, надо давить. Давить надо, да? Давить. Все, справитесь. Все, договорились. Давить, ищите. Все, Маша сказала давить. Маша на баррикаду. Маша сказала давить. Будем давить, хорошо. На самом деле, мне кажется, берешь ты деньги или не берешь, история все равно это произошла уже и ничего не поменять. Ну, да. Бери деньги и дави. Вот. А нельзя. Ты когда доберешь деньги, ты подписываешь, ну, Маша, что давить не буду. Понимаешь? Бери половину и дави на половину. Смотри, половина людей берет деньги, половина нет. Они на эту половину денег покупают трактора и начинают давить. Идеально. Я как безработная уже не отказываюсь от денег. Я передумала. Ладно. Ну, и подавить тоже можно. И то, и то. Хорошо. Да. Да, в общем, история странная, вот. Я вообще не слышал ни разу. Не, про него не слышал, поэтому я же сказал. Вот еще. Да, это интересно, на самом деле. И жутко, и интересно. Да. Жутко интересно. Можно так сказать. Рубрика «Культ просвет». Фильм, который мы договорились посмотреть, называется «Американский огурчик». American Pickle. Да. Как ни странно. Значит, описание, которое есть на кинопоиске. В 1920 году иммигрант из Восточной Европы Гершель Гринбаум приезжает в Америку в поисках лучшей жизни. Однажды, работая на заводе, он попадает в чан с солеными огурцами и проводит в нем следующие 100 лет. Очнувшись в Бруклине, Гринбаум обнаруживает, что совсем не постарел. Он ищет свою семью и узнает, что единственный из его живых родственников правнук-программист, который тоже... А, главную роль играет Сит Роган и правнук-программист тоже Сит Роган. Да. Мне кажется, все актеры могли бы быть Сит Роганом в этом фильме и ничего бы не потеряла. Так они вредно играли. Короче, мне фильм понравился в том плане, что он не претендует ни на что. Вот. И он такой легкая комедия, забавная, особенно если ты в еврейском контексте. Там есть шутки про еврейство, про религию и про все остальное. Мне в целом понравилось. Как тебе, Маша? Ну да, там нет особо каких-то супер слоев и заявок на какую-то глубину и, не знаю, супер какие-то открытия в себе. Ну, такое, все, что я люблю, в общем. Но я, у меня не покидала мысль, когда я смотрела этот фильм, что каким бы он крутым мог бы быть мультиком. Я вот, ну, ведь весь этот сюжет, вот я прям видела это, как это могло быть анимацией, вот когда человек падает в этот чан с огурцами. Ну, то есть, не знаю, мне... Вращается, как в Рико Морти, когда Рико Рик. Да, Пико Рико, там и был Пико Сотроган. Ну, мне вот, я видела его, как, ну, анимацию, даже, ну, возможно, взрослая анимация. Но почему-то мне вот шла именно картинка всей этой истории, что это был бы крутой полнометражный мультик такой. Вот. Вот такая у меня была мысль. Как тебе, Дор? Давай, развали все. Не, мысль прикольная. Я понимаю, о чем ты, потому что ты не веришь, когда снят на кино, что чувак упал в чан с огурцами, и там, значит, и он выжил, и все у него хорошо. То есть, в Халка ты веришь, в Железного Человека ты веришь, а в Человеке, который бросолит с огурцами, Если тебе не понравилось, ты обычно слушаешь нас такое. Такое, говно. Короче, ладно, хорошо. Говно. Да нет. Ну, я так... Ну, говно же, ну, фильм просто как као. Ладно, нет. Ну, смотрите, он мне... Короче, он мне понравился, как задумка. И, кажется, я увидел другие, ну, более глубокие свои смыслы. Не то, что увидел, но, типа, мне казалось, они более интересными. То есть, они там говорят про консерваторов, которые говорят там про феминизм, и что это такие устаревшие наступят евреи, значит, из местечка. Вот примерно так они про них говорят в этом фильме, в смысле. Это фильм про корни. То есть, там, грубо говоря, сотроган из прошлого. Он там единственное, чем озабочен, тем, чтобы его семья там была хорошо похоронена, чтобы про нее хорошо знали. Короче, все, семью, да. То сотроган из будущего у него гораздо другое. Он должен с людьми думать про семью, но не так, в смысле. То есть, что ему важно, чтобы как-то более... Для себя больше... Для себя важнее ввечать, для себя, чем для других. Потому что сотроган старшего, у него на других по-населено. Чтобы оградка, значит, чтобы рядом не было рекламы водки, там, ну, всякое такое. Вот. Что мне понравилось? Мне понравилось играть с этого Рогана как актера, в смысле. Ну, вот в роли старого этого Хершеля, короче, очень хорошо. Очень у него классный акцент. Я смотрю на английском. Очень хорошо. Прям рекомендую смотреть на английском. Вот. Мне не понравились шутки. Они тупые. То есть, они у него тупые. Они у него как в «Масовом экспрессе», блин. Как в фильме Ким про Кима. Этот, господи, я не помню, как он назывался. Кима назывался. Возможно. То есть, я к тому, что, ну, типа, блин, они одинаковые. Они гэги. То есть, у чувака ломается лопатой, это смешно. Но это смешно, типа, он по-разному в плане. Одно дело, вы говорите про эти важные вещи, там, преемственность, про вот это все такое. Другое дело, вы высмеиваете там Кима, или вы высмеиваете у вас накрылная комедия. Почему гэги-то одни и те же? Я не понимаю этого. Вот такие дела. Мне кажется, он тоже по книге работает по какой-то, по книге стендапа, и он такой, и вот этот прием у меня есть, я буду применять его в разном контексте. Ну, типа, да. Такое ощущение, что так и есть. Там прикольно показано еще вот столкновение, ну, такого ортодоксального и светского. То есть, ну, тоже такой интересный микс. И плюс вот про семейные ценности, то, что ты говоришь, как тему. Мне кажется, что интересная еще мысль, что, ну, вот, Сетт Роган из прошлого, он, ну, вот, семейные ценности ставит выше всего, и это доходит прям до абсурда в какой-то степени. А Сетт Роган, ну, настоящий, условно, он, он, по сути, тоже, ну, думает о семье, как это в итоге, ну, мы узнаем. Да, узнаем. Вот, но это получается, что не так в приоритете. То есть, есть вот это, вот это, нужно зарабатывать деньги, и оно распределено как будто по такой равной какой-то цепочке, да. То, что, мне кажется, сейчас с нами происходит тоже. Ну, есть такое, да. Семья, ну, не у многих приоритетей. Мы там валим, уезжаем от семьи, и все такое. Ну, вы поняли. Ну, да, да. Ну, такие два интересные. Мир меняется, это правда, в плане, и ценности меняются, тоже правда. Но почему их показывают в комедии с такими гагами, типа, мне непонятно, и шутками такими. Ну, то есть, типа, можно, просто сам сюжет интересный, то есть, они что не сделали? Они показали чувака с старетней давности, да, и, ну, не то, чтобы это новая мысль, да, типа, то есть, показали старого чувака, который приезжает в новое время, типа, и как мы его глазами видим, как все странно выглядит. То есть, типа, у него вопрос там в центре, типа, что здесь происходит? Я не понимаю, что здесь происходит? И там люди такие, да, мы все не понимаем, что здесь происходит. То есть, ну, все эти мысли. То есть, все логично, все вполне всякий наш тамп, но почему в таком формате, мне непонятно. Мне понравилось несколько. Во-первых, я скажу про мой самый забавный прием был в этом фильме. Самое клевое, это когда, вот, собственно, он падает в этот чан с огурцами, и когда его находят, и потом там пресс-конференция, где сидят там всякие ученые, и там, я думаю, сейчас они, наверное, расскажут, как, типа, секрет, типа, секрет, как он, ну, собственно, как чувак мог в чане сто лет пролежать. И они такие, и там, типа, загадровый голос, что ученые были в шоке, но они нашли, там, типа, обоснование, и все в это поверили. И я такой, блин, это же реально классная находка. Ну, ладно, это смешная шутка, я согласен. Они очень классно это срезали, и такой, типа, вопросов не возникает. Там они показали, там, там, показывают, первый кадр, типа, такая журналистка такая, «Вы думаете, мы в это поверим?» И там следующий кадр, ну, замедляется, и журналистка такая, и написано, «О, ученые вдавцы это!» То есть, они стали придумывать какую-то идиотизм, там, какую-то псевдонауку, что там выдумывать. Они просто классно это обыграли. Согласен. Это прикольно было. И когда я смотрел фильм, у меня были какие-то разные эмоции, потому что сначала я подумал, когда они показали, собственно, эту Польшу, там, старую, и там, евреев, я подумал, что это будет, типа, Степ, как раз над еврейством больше, как раз будут выстебывать какие-то стереотипы. Потом это поменялось история, они начали выстебывать вообще новые диалоги, потому что этот Гершин старый, он, который столетний, он начинает какие-то политические лозунги давать, и все люди такие, «Вау, да это же круто!» «Да он же шарит!» И люди начинают, типа, за ним все тянуться, хотя он говорит, ну, абсолютную ерунду, чушь, это прям видно, это с абсурдно. И это, ну, какое-то они еще выстебали в этом фильме, собственно, все то, что происходит в Америке, все вот это вот то, их как раз-таки жестко, в плане, показав мирю глазами, как будто бы, что они столетние деды, то есть это я вот что говорю. Да, ну, то есть они намешали много всего, я думал, что это будет чисто про еврейство, потом они еще и про Америку, и про нынешнее поколение, они куча всего, а про религию, вот. Там, я согласен, что там шутки не все, конечно, хорошие, вот, но пару шуток было прям классных. Вот, в целом, я посмотрел с удовольствием, я вот Льву сказал перед подкастом, что мне этот фильм понравился больше, чем «Идузот», его смотреть было просто, ну, для меня было проще и легче, то есть, возможно, по настроению просто не попал, так что, если вам просто хотите вечером посмотреть, расслабиться, абсолютно не думать особо. Да, он недолгий, он полтора часа идет, хороший, можно посмотреть. Да, просто ни о чем не думать, расслабиться и покайфовать. Это лучшая рубрика, по мнению Маши Малах, в подкасте «Маша Малах». Спасибо за подводку. Да. Ну, расскажу быстренько про две выставки, я, вот, когда это было? Вчера, суббота, ходила… Сегодня суббота. В пятницу. Ходила на выставку, открылась новая выставка в центре Эдмунда Ротшильд, это по адресу Ротшильд 104, называется «Nature Awakened», природа пробуждается, она, собственно, посвящена, как вы догадались, природе. Не скажу, что это какая-то помрачительная, классная, нереальная выставка, но так как она находится прямо в центре города, и вы там точно гуляете, то ничего от вас не отвалится, если вы туда заглянете. Вот. И некоторые, где-то, наверное, три проекта, в принципе, мне понравились. И еще одна выставка в моем любимом мирусалимском проекте «Hunts in House», одном из любимых. Она называется, эта выставка «Noisemakers», то есть, как создать... Пошуми, блэк! Типа того, только культурно. И оно посвящено, вот, ну, пуримские атрибуты, один из таких главных, это трещотка, и на этой выставке собрали разные дизайнерские интерпретации этих трещоток. То есть, только они могут выглядеть, ну, очень разные, какие-то клевые, то есть, наверное, ближе к какому-то промышленному дизайну, так это в основном такие объекты, там, из пластмассы, из дерева. Вот. Но выглядит прикольно, интересно. И «Hunts in House», если вы там не были, это классная локация с клевым, таким, двориком, милым, там еще хав-кафе вкусное рядом, то есть, там можно и почилить, и зайти на выставку, и сам дом бескрасивый. То есть, мне кажется, стоит уделить время и отправиться туда. Класс. Я хотел украсть минуту Машиной рубрики, даже меньше, чем минуту. Все хотят по ее рубрики. Маша молчала весь выпуск, да, типа, и Маша еще и творует. Не, ну, Маша, ты же закончила? Если ты хочешь еще что-то добавить. Я закончила. Специально оставила время под твои вот эти музыкальности. Забирай. Ладно, я хотел рассказать про Зузу Гинсбург, я про нее рассказывал, про музыкантку, про ее творчество. Она выпустила наконец-то альбом, который вышел всем недавно. Называется Blue Mountains, Голубые горы. Питер Пэнк, ты же. Это правда. Надеюсь, у вас видно на камере. Так, и что? Так, так, так. Зузу Гинсбург выпустила альбом, называется Blue Mountains. Альбом неплохой. Это такой приятный гитарный инди-рок. Вот. Ничего сверхудающегося, но неплохо, крепкий альбом. Вот, можно послушать, так что рекомендую. Вот, если вам нравится израильская музыка. На этом все. Почти все. Культуру. Друзья, во-первых, спасибо огромное за то, что поддерживаете нас на Патреоне. Сегодня повестной патрон. Каждый раз сердце радуется. Помогаете нам покупать вот эти вот огромные штуки, которые Яшин и прочие всякие разные. Ван, Дарьяш, как у нас свои деньги, Ван, не это самое. Но, мы покупаем другие штуки. Я заказал еще штук. Другие пипирки. Будет больше штук, да. Это первое. Второе, если вы хотите больше экспериментов, то пишите на Патреоне, мы можем записаться в... Я даже не знаю где. Где еще шумнее, чем здесь. В общественном туалете в следующий раз. На Захане Мерказид, на центральном автобусном вокзале и так далее. Короче, мы открыты для предложений, челленджей и прочее. У нас в форме нет вопросов, вроде бы, в комментариях был вопрос, где Маша? Почему ты мало рассказываешь про ивенты в Хайфе и в основном рассказываешь про ивенты в Тель-Авиве? Не только в Хайфе, про другие города. Про Хайфе я рассказывала не один раз, про проект Сира. Так что, если вы не слышали, наказание пересмотреть все выпуски и найти то, где я об этом рассказывала. Два, то и три раза я точно рассказывала про это. Согласен, я помню. Про Иерусалим я тоже часто рассказываю. Но про Тель-Авив просто смотрите, мне легче, потому что я, мой основной фокус это все-таки Тель-Авив, как я здесь живу. К сожалению, всем угодить не смогу, всем городам. Потому что дальше за Хайфой, что пойдет? Бершева, там Бноябрак подтянется, будут меня ругать, что я не рассказываю. Да, дальше весь Ближний Восток организуется, будут нам писать, ругать меня, что я не рассказываю там про Бейрут и так далее. Я стараюсь, в общем, да, про классные проекты в других городах я стараюсь рассказывать, учту, вот, но все подкасты посмотреть и найти, где я рассказываю про Хайф. Если вы знаете классный какой-то проект, не в Тель-Авиве, вы можете написать комментарий, если будет классный, Маша расскажет про него, я думаю. да, я расскажу. Вот. Все, спасибо всем нашим подписчикам, всем зрителям, слушателям, вот, продолжайте подписываться, ставить лайки, дизлайки, вот, комментировать, писать вопросы, все, на этом все, с вами был Макс, Лев и Маша, и услышимся через неделю. И весь Тель-Авив. Весь Тель-Авив. Пока. И пятно мазать. Нет, ты веришь, что реально будет нормальная запись? Ну, уже начали. Ебас саду! Ебас саду!